В регионе начался первый прикаспийский форум от риноларингологов. В нем принимают участие специалисты из четырех стран. Цель – обмен опытом в современных методах лор-хирургии, обмен передовыми технологиями. Такая встреча в городе Атарау была организована 11 лет назад. На этот раз врачи встретились не в больнице, а в большом зале. На мероприятии шла речь о достижениях в области медицины, а началось оно с чествования медицинских работников. Один из гостей – профессор Николай Дайхас. Он один из создателей Евразийской ассамблеи от риноларингологов. В этом году исполнилось пять лет с момента создания этой организации. За этот период они организовали мастер-классы для специалистов России Кыргызстана, Казахстана. А до этой конференции они вместе с коллегами в областной больнице провели пять тяжелых операций на органы слуха, обоняния, обследовали в десяти пациентов. Уникальная площадка, уникальный форум, который был создан несколько лет назад, на котором собираются представители всех наших стран для обсуждения научных и практических вопросов. Уникальность его в том, что, наверное, во всяком случае у нас в России точно, но я думаю, что и в Казахстане, подобной ассоциации представители разных стран в одной специальности, которая сделана, что называется, по внутреннему общественному призыву, по законам дружбы, который нас объединяет, не просто нашим каким-то профессиональным интересам. Подобной ассоциации нет ни в одной специальности. Поэтому у нас сегодня представители и России, и Украины, и Грузии, и Казахстана, и Узбекистана, и Белоруссии, и Киргизии, и прибалтийских стран. В этот день Акимобосин Нурлан Нугаев пожелал участникам форума успехов в работе. Технические базы, оснащение новой техникой, применение новых технологий, обучение специалистов, приобщать к новым технологиям, которые имеются в мире, это стало традицией, как, я думаю, для всех казахстанцев, так и, в частности, для врачей нашей области. Наши врачи имеют возможность и посещают современные медицинские центры, научные центры, обмениваются информациями, как ближним, так и дальним зарубежья. С местного бюджета выделяется достаточная сумма, чтобы врачи всегда поднимали свою квалификацию. И сегодняшняя встреча, она, несомненно, даст еще толчок развитию этой отрасли, потому что вы, как узкие специалисты, узконаправленные специалисты, видите, что здесь сидят академики, мэтры этой отрасли, да и вы сами являетесь профессионалами своего дела. Специалисты говорят, что сейчас есть возможность пройти лечение для лиц с нарушениями слуха. До этого можно сделать специальные операции. Один из них – кохлеарный метод. Она вставляется в внутреннее ухо, и в последующем ребенок будет говорить. Сначала на дое ухо можно, на второе ухо, и они спокойно будут говорить. И они, как нормальный человек, могут идти в школу, учиться в институте, в университете, и в последующем у них социальная реабилитация будет вполне, чтобы они могли быть нормальным в обществе человеком. Напомним, с начала года в области лор-специалистами было сделано 700 операций, из них 220 – тяжелые. В этом году в регион были приглашены два лор-врача. Но все же до сих пор в области не хватает специалистов. Но до конца года запланировано решение этого вопроса. Аймбуль Харульна, Служба новостей.